Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Преградная отмечает 160-летие. С днём образования станицы жителей поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Преградная всегда славилась жизнерадостными, щедрыми и трудолюбивыми людьми, которые с неизменным задором и упорством справлялись с любыми трудностями, шли к намеченным целям. С первых же дней основания поселения казаки-переселенцы устанавливали дружеские отношения с горцами, передавали им опыт земледелия, а от них перенимали секреты горного скотоводства. Традиции этого доброго соседства процветают и сейчас. Здесь дружно люди разных национальностей и вероисповеданий чтят ценности и обычаи. Руководство республики приложит все усилия, чтобы станица преградная и дальше развивалась в социально-экономическом плане. В Карачаево-Черкесию в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования поступил первый мобильный технопарк «Кванториум-09». Он представляет собой передвижную лабораторию, оснащенную современным высокотехнологичным оборудованием для дополнительного образования школьников. Первое из учебных заведений республики «Кванториум-09» приняла средняя школа номер один станицы Зеленчукской. Репортаж Мурата Джанкезова. «Кванториум» — это мобильный детский технопарк на базе автомобиля, предназначенного для перевозки учебного оборудования и комфортной поездки педагогов-наставников по различным школам, в первую очередь отдаленных населенных пунктов. Ключевая цель «Кванториума» — ознакомить как можно больше детей с современными технологиями, инженерными профессиями, заинтересовать исследовательской и изобретательной деятельностью. Он дает возможность прекрасную для всех ребят нашей республики, независимо от места проживания, от места учебы, изучать высокотехнологические технологии, процессы, явления, которые сегодня происходят в современном мире. Также осваивать новые современные инженерные специальности и направления, проявлять детям свою творческую активность, всевозможные технические идеи воплощать в жизнь. В технопарке «Кванториум» соединены три кванта — промышленный дизайн, робототехника и аэроквантум. В учебных заведениях «Кванториум» будет находиться по 12 дней. Первая неделя работы мобильного технопарка совмещает получение теоретических знаний, знакомство с учебным оборудованием и различными компьютерными программами. Ребята заинтересовались, им очень нравятся квадрокоптеры, с которыми они уже сегодня начали знакомиться. Сейчас мы пройдем в классы и посмотрим, что нас сегодня ожидает. Поэтому прекрасная возможность даже на время каникул Центр дополнительного образования будет реализовывать образовательные программы по адоп-образованию, реализуя всю техническую направленность. На второй неделе школьники будут работать в хай-тек-цехе, расположенном в самом мобильном комплексе, где освоят в деле 3D-принтеры, фрезерный станок и лазерный гравер. Через два месяца будут подведены итоги проектно-исследовательской деятельности учащихся и работа над ошибками. «Кванториум» впервые в республике и у школьников вызывает неподдельный интерес. «Аэро и геоквантум» изучает строение, пилотирование летательных аппаратов, квадрокоптеров. Мы будем работать с детьми, будем их собирать, учить виртуозно управлять ими в дальнейшем. Также будут проводиться и мероприятия, соревнования и так далее. Это детям очень интересно. «Мне понравилось то, что дроны управляют телефоном, планшетом». Передвижной «Кванториум» – это структурное подразделение стационарного «Кванториума», который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в республике уже в следующем году. Мурат Жанхёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Печальная весть. На 1984 году ушел из жизни Алхас Лохматович Капушев, мастер жокея международной категории и рекордсмен СССР. Он является победителем и призером всесоюзных и международных соревнований. Конным спортом он начал заниматься в 1962 году в коньзаводе номер 168 Малокрачаевского района. В 1971 году на жеребце заказник Алхас Капушев выиграл большой всесоюзный приз – дерби, установив при этом всесоюзный рекорд. Наряду с этим Алхас Ахматович воспитал восьмерых детей. Двое сыновей – Магомед и Мырзабек – также являются прославленными мастерами-жокеями. Их имена широко известны в конном спорте российского международного масштаба. И вести из Оперштаба на сегодня. В Карачаево-Черкесии выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 9865 человек. Из них 5777 выздоровели. Госпитализировано 845 человек. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днем бессущественных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-7, днем 12-17. А в горах плюс 6-11. В Черкесске бессущественных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. 4 ноября день народного единства. С праздником жителей республики поздравляет глава Крачево-Черкеси Рашид Тимрезов. Этот праздник – символ сплоченности многонационального народа России. Это залог успешного развития, процветания и могущества государства, единства нашей страны в единстве национальных культур и традиций, в переплетении духовных и общечеловеческих принципов, которым нас учат наши старшие, а мы воспитываем подрастающие поколения. Завтра в Карачаево-Черкесии состоится онлайн-концерт, посвященный Дню народного единства. Трансляция будет вестись из Госфилармонии с самого утра. Репертуар концерта очень разнообразный, яркий. Прозвучат песни на языках всех пяти субъектообразующих национальности, проживающих в Карачаево-Черкесии. К празднику выбрали песни о родине, большой и малой их любви, дружбе и братстве между народами. Также зрители смогут насладиться танцевальными концертными номерами. Онлайн-концерт можно будет посмотреть на странице Instagram-филармонии и ВКонтакте. Его фрагменты также будут выставлены на официальных аккаунтах Госфилармонии и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. Указом президента республики Абхазия Асланом Бжане, орденом чести и слава третьей степени награжден наш земляк Олег Абубикирович Аргунов. Вручение проходило в ауле Алибердуковском в здании Музея адыгской истории. Один из руководителей Совета старейшин черкесского народа Абу Банов напомнил присутствующим о беспрецедентной поддержке братской Абхазии жителями черкесских аулов во время грузино-абхазского конфликта. В период драматических событий хабесским районом руководил Олег Аргунов. Конечно же, когда мы приходим, говорим об Абхазии, то возвращаемся к тем трудным временам, когда проходили бои в Абхазии. Мы провожали добровольцев, мы помогали Абхазии, мы принимали людей, которые были беженцами. И большинство это был Творчал, потому что Творчал был окружен, не хватало хлеба. И вот последний раз, когда я был, мне ребята рассказывали, как одеждали позывной хабес. Раз позывной хабес есть, то принесут, привезут обязательно что-то поесть. И было время, когда, говорит, мы собрались уже и решили сдаться. И тогда появились другие, более сильные, и сказали, нет, в таком тяжелом состоянии находился Творчал. И безусловно, не только я, но и все люди Карачаева-Черкесии и прежде всего Хабесского района мы старались помочь Абхазии. В Карачаеве-Черкесии состоялась эко-акция «Чистый Домбай», в которой приняли участие представители администрации поселка Домбай, волонтеры и сотрудники Тибердинского заповедника. Уборка прошла на склоне горы Муса-Ачитара. В акции приняли участие и наш корреспондент Аслан Гирюгов. Туристы круглый год посещают курорт Домбай, но, к сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Название акции «Чистый Домбай» говорит само за себя. Организаторы мероприятия призывают беречь окружающую среду каждому жителю и всем гостям нашей республики. Участники акции спускались пешком по склону горы Муса-Ачитара и собрали весь мусор. Сотрудники биосферного заповедника отметили, что было найдено очень много бытовых отходов, которые не разлагаются и сотнями лет отравляют почву. Когда туристы приходят, видят чистую природу, у них желание мусорить тоже пропадает. Для природы это имеет ваше значение. Почему? Потому что мы сегодня убираем, в основном, мы видим, да, мы, это в основном бытовой пластик, который не разлагается. Оно там десятилетиями будет гнить, и оно будет заражать почву и водой, и подземные воды, и грунтовые воды, всякими фенолформадигитными смолами. Приезжающим туристам тоже хотелось бы сказать, чтобы они бережно относились к этой природе, любовались нашими горами, нашей природой, но весь мусор, особенно пластиковый бытовой, не разлагающий, не оставляли в горах, уносились с собой. За весь сезон Донбай посещает тысячи туристов. Если каждый будет внимательнее и бережно относиться к окружающей среде, прекрасный всесезонный курорт будет радовать их еще многие годы. Стоит отметить, что данная экоакция стала уже традиционной. Многие люди охотно принимают в ней участие, что показывает, с какой любовью они относятся к родным местам. Несмотря на непогоду, все дружно вышли и занялись уборкой территории. Донбай убирается периодически, но мусора все равно хватает. Поэтому мы решили принять свое посильное участие, оказать помощь в уборке территории. Место популярное у туристов, и территория должна содержаться в надлежащем виде. Акции проводятся весной, после схода снега, летом в туристический сезон, и по окончании туристического сезона в октябре-ноябре. Уборка – лишь первый шаг в подготовке к зеннему сезону. Впереди еще много проверок техники гостиниц. И когда все это пройдет инспекцию, знаменитый на всю Россию Донбай будет готов принять новых туристов. Аслан Гелюгов, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Донбай. Витамин D – лучшее средство для укрепления иммунитета, утверждают специалисты. Витамин D содержится в рыбе и морепродуктах. И он нам необходим сейчас в период вирусных инфекций. Укрепить иммунитет помогут рыбаки Камчатки. Они снова приехали в Черкесск. Завтра в Доме предпринимателя открывается рыбная ярмарка «Дары Камчатки». В ассортименте более 20 видов полезной и вкусной рыбы. И, конечно, красная икра. Светлана Шаганова расскажет подробнее о рыбных деликатесах. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. И поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же у кого какие предпочтения. Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30-ти наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фомидии, сельдь и васи. Это все с Камчатки, это все Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбица. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Икра – наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа, это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Мы рады видеть покупателей города Черкесска. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаево-Черкесии в городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя рядом с республиканской стоматологией. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Это все Вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Зови меня мамой». Редактор субтитров А.Семкин